Как будет? Ведь Сычавский садик, он лучше, чем в городе Южном. Если вы можете прийти, и все это понятно, можете видеть сами приходят, и все зависит от руководителя. Я не могу понять господину Наваскин, неоднократно, исполняющий обязанности Коминтернской райгосадминистрации Кириленко Сергея Александрович, звонил и пытался встретиться, поговорить, обсудить ту проблему или вот эту, касательно, допустим, по объединению, потому что без спроса приехали на сессию, непонятно, не зарегистрировались, нарушили всю процедуру, допустим, то есть регистрация на сессии, и никто конкретно ничего не может не обещать, никто и конкретно ничего не говорит. Что будет, как будет, как будет с этими людьми? Вопрос ведь это вообще самый простой и банальный вопрос. Что будет с водой, что будет со светом, что будет с дорогами, что будет с налогами, что будет с паями? Ведь люди, это не секрет, боятся по одной простой причине, потому что те люди, которые работают в Одесском припортовом заводе, в порту, которые часто отдыхают и гуляют в городе Южном, они знают, что эта власть, которая сейчас есть, которая 9 лет, продала все, что вы понимали. Пионерлагерь, который взяли, разбили, который был в 90-х, которая шла, шла коммуникации, вода и канонизация шли на берег полностью. Его разбили, продали и вырвали. Но вы должны еще дальше понимать, если я вернусь, допустим, 9 лет назад, когда был журавель, то все находилось в нашей собственности, громады. Сейчас все продано. И все люди, есть люди, которые есть, они боятся за свою землю на одной простой причине, потому что когда придет городская власть, будет застройка мусорных заводов, никто не будет согласовывать с жителями города Сычавки. Никто. Как оно будет, если, допустим, присоединиться Сычавка и город Южного, это будет Сычавский район и подчинение города Южного. И будут ли местные депутаты решать судьбу своего района, того же Сычавского? Никто не говорит. Говорят, что все будет хорошо. Говорят, что будет депутат, который попадет в город Южный один от Сычавки. Что он сможет сделать? И поэтому есть такие ряд вопросов технических, обоснованных, экономических. Почему объединение не хотят, допустим, с Дмитровкой, с Шампалами? Есть бедные дотационные сельские советы, которые просто будут депрессионные, они потом будут. Если будет этот закон и будет объединение, то должны быть цифры. Что есть бедные, есть богатые, их надо соединять вместе, чтобы выходила одна цифра. И люди тогда не будут обеспечены. Правильно? Та же школа будет, тоже детский садик. Касательно города Южного, интересует только Сычавка, потому что есть прибрежная зона. Я могу сказать четко, что продали все. Все, что было в Южном. Все продали. Даже нам говорят, что будет бесплатная медицина. Но мы все знаем, что стартует у нас реформа в 2016 году. И каждый житель, даже с того Сычавки, он купит себе страховой полюс, и он будет здесь оздоравливаться и получать первую медицинскую помощь. Или еще там какую-то. Вопрос совсем другом. Нам никто ничего не говорит. Я понимаю, соединение какое хотят? С визиркой. С предприятиями промышленными, с перевалочными. А та часть Коминтерного, там, где она дотационная и живет, Коминтерновский район, Визирка, это которая дает большинство прибыли, это дает Новая Беляра, это Кыржановка. То есть, и вот этот вот вкус вокруг Лимана просто хочет забрать город Южный. А что будет дальше? Что будет с Дмитриевкой? Что будет с Любополем? Что будет дальше? Ну, мы спросили мэра, что будет с Любополем, он сказал, что у них не было инициативы. У них и нет инициатив. Их интересует берег, вы понимаете. Развиваться, они хотят развиваться. Да, вопросов нет, развиваться надо. Мы можем, Сычавка может остаться в своем сельском совете. Если городу Южному что-то надо, они могут просто прийти у громады и вырешить этот вопрос. Если они хотят купить кусок земли под что-то. То это все можно решить. Эти деньги все будут попадать в бюджет. А тут получается как? То же самое говорится, что экономически необоснованно, хочу подчеркнуть, 9200 это средняя заработная плата по городу Южному. Я вам хочу сказать, что мы можем сейчас выйти и прийти. У кого эти? Есть формула, нам говорят, что есть формула, это все устарелое. Надо смотреть реально на свои вещи. Кто получает 9200 гривен? В Сычавке? В Сычавке получают... Им резать много придется. Ничего страшного. В Сычавке получают средняя заработная плата около 3000 гривен. Если мы соединимся, то у нас выйдет какой тариф? 8500 гривен. Как жить? Как? И когда тебе делают тариф 20 гривен за кубометр, тебе говорят, у вас средняя заработная плата в границе города. Как мы будем дальше жить? Вот чем вопрос. Почему в Сычавке вода стоит 8 гривен куб, а в Южном стоит 20 гривен куб? Потому что когда люди начнут возмущаться, говорят, у вас средняя зарплата. Но мы-то знаем, мы можем выйти с вами и пройтись, и посмотреть, кто получает 9200. Да, это правда. Мы не должны вешать на себя ордена, ордена, ордена. Вопрос не объединения, это борьба за власть. Вот один, вот второй. Сверху Литвоватского и саму людей. Да, скажите, представьтесь, пожалуйста. Я главный инженер коммунального предприятия, сейчас и кому ходят. А живете в Южном? Живу в Южном. Ангелов поле холеры. Борете за...